вернемся к рассказу вернемся не к рассказу вернемся к назначению этого сюжета где мы находимся на октябрьской 22 назначение этого сюжета пункт номер один вы должны покупать себе запасные части желательно чтобы это было абсолютно недорого желательно чтобы это было ну максимально быстро теперь возникает вопрос кто на какие деньги зарабатывает как я лично свои запчасти покупаю мне реально просто фиолетово через кодку все это дело придет потому что машин много я могу подождать с учетом того что я прекрасно знаю что даже если у машины стуканье и бряканье она все равно будет продолжать ездить пока вам запчасть не придет понятен вариант естественно понятен вариант в связи с этим я естественно пользуюсь использую естественно самый крупный поисковик но один из самых крупных поисковик и поставщиков запасных частей как все остальное это ebay есть еще что-то круче это называется amazon но с другой стороны если мы все это дело будем перемножать у нас получается получается что алиэкспресс покруче потому что по населению естественно представляете 2 миллиарда человек китая но и за пределами тоже используют китайские товары ну да ладно то и видишь мне по сути фиолетово через сколько придет запасная часть главное чтобы это было недорого но сегодня сейчас извините я каюсь я каюсь каю всем может быть и не только я каюсь потому что когда я вам говорю о запасных частях мы о чем говорим запасные части хороши да но вы представляете сколько человек в мире делает запасные части на все автомобили очень много в действительности мне очень нравится естественно китай китай мне нравится по сути по одной простой причине вы представляете население да и мало того если вы в китае не были то я в китае был я вам скажу что китайцы ездят не на вот этих машинах которые здесь ездят везде и всюду китайцы ездят на отличных американских автомобилях на изумительных немецких машинах на исключительных японских карцах все то есть там единственно чем китайцы ездят на своем так это автобусы и грузовики все остальное там из той структуры мало того я в китае видел такие машины я машины таких машин не видел то есть я не против китая теперь мы поговорим о китайском металлургическом сталитейном гиганте то есть мы живем магнитогорске мы прекрасно знаем что магнитогорск он дает и стране угля и топлива и все остальное естественные металла и 65 процентов населения челябинской области живет благодаря магнитогорскому металлургическому комбинату но когда я все это дело собрал я залез на америка онлайн есть такой поисковичок замечательный и задал вопрос сколько же мы производим процентов так вот оказалось что китай производит не в 10 раз а в 50 раз больше стали чем россия сори так оно есть естественный вариант почему китайские вещи они хороши и дешевые потому что представляете сколько они производят то есть ценники в три раза могут опустить это не есть факт что это все есть на ebay но кое-что туда залазит представляете да то есть можно и об этом тоже догадаться то есть мы берем китайские товары может быть и здесь в отличном качестве и цена то дешевле чем ebay теперь возникает вопрос кто и как и вообще и на чем деньги зарабатывают то есть вариант простой люди здесь деньги не зарабатывают одной простой причине есть все абсолютно свое представляете да если честно ну потихонечку и полегонечку и они потихонечку поменяют свой c-класс на г-класс будем надеяться и мы в этом им поможем теперь другой вариант допустим хотели бы ли вы посотрудничать со мной а вот тебе не получится по одной простой причине мы знаем то самое место где я в том числе снимаю шляпу потому что оказывается здесь привозят запасные части дешевле чем через интернет бука я тоже смотрю цены оптимальные цены для меня это цены и б хорошо красиво и в действительности дешево но когда я сюда прихожу я вижу что цены дешевле чем и б и сроки доставки тоже некоторые вещи мне привезли буквально быстро ну во первых продажами запчастей занимается высококвалифицированный специалист который имеет огромный опыт за своими плечами более 10 лет он занимается продажей подбором запчастей аксессуаров к автомобилям знает об автомобилях все поэтому он может подобрать вам запчасти абсолютно разных производителей производителей разных стран и абсолютно разным ценам я сейчас просто объясню до что цены мне допустим очень нравится это я просто в китае был да я прекрасно понимаю что там два миллиарда человек эти два миллиарда человек ездит на автомобиль причем очень классных автомобилях я знаю принцип китая что давайте мы опустим цену примерно в три раза до цены на китайские запчасти они три раза можно сказать ниже и не всегда они плохие далеко не уже на выбор покупателей если он соглашается на китайские запчасти на аналоги то заказываем вопрос цены вопрос сны и вот такое что я когда приходил мы узнавали допустим от ступичный подшипник был уже здесь коин ночью ценники настолько невысоки и сроки от дня максимум 7 дней до сроки заставки у нас такие зависимости от того что у нас есть на складах ближайших вот и давайте еще раз объясним что в принципе как бы иномарка если что-то брякает она может спокойно доехать главное не лезть туда кто есть такие товарищи знаете разобрали все потом вас гоняют за запчастями да лучше сразу звоните нам спрашивать мы все подберем все подскажем а потом с нормальными запчастями приходите туда где вам что-то делами это а если уже что-то не получается они с вами попадают на папке да конечно что было понятно да я вот просто не буду показывать и не буду показывать зачем это вам нужно вам это и не нужно тоже человек долго работал человек не только здесь работал человек работал в другом месте я знаю вот потихонечку полигонечку не торопились лет за десять а может быть и больше он все это дело посмотрел как все это делается потом выкинул аренду выкинул другие вещи которые в другом месте переплачивать ставите да там ценники были абсолютно такие же то я смотрю сколько стоит сайлентблок то есть 788 рублей то есть а вот в другом месте и в другом заведенице этот сайлентблок глава обошелся тысячи в три о пацан нормально я считаю что нет это не есть необходимость потому что все потихонечку свои свой замечательный магазин своя хорошая машина также человек может ехать и не торопясь и за границу поверьте мне ну я бы не хотел чтобы на вас и на мне также деньги зарабатывать я этого реально не хочу давайте все-таки обращаться к тому кто вам за сайлентблок ценой 3000 рублей скажет 780 рублей и вот я сюда и приеду мыслей было много теперь мысли обретают форму да можно в городе купить запасные части и количество он их 25 штук не больше но в большей степени да все они пусть думают как бы добиться оного залезть в автостоп потому что никто в автостоп их не пустит ну по крайней мере пока их не ценники не сравняются с интернетом смысле с ебэем а вот когда получится тогда к нам и мы будем и про вас рассказывать покажем место победителя и это св авто и где она располагается на улице октябрьской 22 прямо рядом с аквапарком чем вам нравится св авто тем что здесь довольно быстро подбирают запчасти как бы просто говорю вин код специалист ищет по своим базам показывает все наглядно и ну как бы цена приемлемая если хочу оригинал получая оригинал если могу заменить на аналог то есть это мой выбор давайте определимся да но вы как я естественно вам нужно что вы как и я не интересует мини зерной цену грамотные цены потому что вы представляете да там сколько людей на запчастях деньги то делает сколько этих товарищей который продает запчасти да ну сколько их да как у дурака махорки да а как то не хочется хочется знать что запчасти она не может стоить физически дорого потому что допустим мы говорим о соединенных штатах америки хорошая грамотная страна этом был так в хорошей грамотной стране у каждого по две-три машины то есть хорошая грамотная стране не собираюсь платить деньги за запасные части поэтому когда мне втирают по ушам проезжают нет начинает немножко так под заковыривать я же знаю что запасные части не могут стоить дорого здесь они недорого стоит здесь ну здесь дешевле чем у всех остальных будем об этом говорить дешевле и еще и сроки быстрее да и сроки да то есть что-то было я приезжал было в наличии там ну допустим стойки если там заказывал то есть там день-два я подождал приехал забрал без всяких проблем вообще без проблем то есть и ждать не надо да а то это так вот жду иногда по полку года ждал запасные части дешевле здесь не быстро да здесь очень быстро я бы сказал как она хорошо как она хорошо я вам сейчас расскажу то есть если по моей цене я сам начнется прикалываться то есть когда я заказал запасные части то-то папа ее привезли за три-четыре дня по цене на 2000 дешевле через и и бэй так тема весьма интереса дать потом я заказал ступичный подшипник привезли и дешевле чем и и бэй я еще много чего здесь заказываю то есть люди работают люди показывают вам что ценники бы это не конец оказывается здесь сейчас и в магнитогорске вы тоже самое можете сделать я еще раз вам объясню не все кто производит запасные части выставляются на ebay и на амазоне нет не все есть и другие вещи кроме всего прочего мы должны понимать что такое магнитогорск и что такое россия вообще я-то думал что мы к этому опустимся лет еще через 20-30 но уже сегодня сейчас вы можете купить себе запасные части дешевле и быстрее но если вы серьезно хотите что-то прям вот чтобы было прям быстренько тогда немножко придется переплатить но в итоге в итоге вы понимаете где все это делается то есть где все это делается где человек работает и он точно знает куда залезть как найти вам вариант подешевле а может быть и подороже тут сами решайте пожалуйста в итоге где мы находимся мы находимся в св авто а а местоположение октябрьская 22